Всем привет! Меня зовут Вадим. И вначале я хотел бы также присоединиться и поздравить нас, что мы создали наш первый метап. Мы его организовали. Сказать спасибо Mail.ru за предоставленную площадку. Сказать спасибо организаторам, что это событие в принципе состоялось. Слушателям, которые сегодня пришли в этот выходной день, чтобы послушать. И спикерам, которые подготовили массу интересного для нас. Я думаю, это успех. Ура! Как я уже сказал, меня зовут Вадим. Я работаю в InfoBip. И для начала, что такое InfoBip? InfoBip это 60% смс-ок, которые отправляются по всему миру через наши телефоны. И поэтому основной язык программирования в компании это Java, но не скрипт. Недавно я кинул клич на нашу питерскую команду в офисе, в Slack'е, узнать, сколько же у нас фронтов есть. И выяснилось, что среди 80 разработчиков у нас порядка 10% чуть больше фронтов именно. Смотря кого считать фронтенд разработчиком еще. Всего же в компании у нас работает около полутора тысячи сотрудников. И в принципе хватает людей, которые отвечают за выбор технологий, языков, библиотеки и так далее. И нашлись люди, которые однажды приняли решение, что фронтенд Савипа это React. Я ничего против React не имею. React очень крутая тулза, с помощью которой можно создавать крутые веб-приложения. Но все-таки React имеет наглость диктовать какие-то ограничения и правила, которым желательно следовать. Если им не следовать, то проект обычно превращается в окханалию. И разработчик, переходя с одного места на другое, просто испытывает ужасную боль. Или другой пример. Выходит новая версия, и ваш проект становится Legacy. Его нужно обновлять. Реальный пример из жизни. Есть команда, есть React года 3-4 назад. Никто не знает про Redux. Пишут какую-то свою самописанную штуку. Окей. Приходит следующая команда через год. Говорят, что за фигня, давайте переписывать на нормальный Redux. Начинается процесс миграции. Потом приходят через 2 года хипстеры, говорят, давайте использовать контекст API, хуки и вот это все. Начинается третий этап переписывания. В итоге проект недопереписывается, что-то остается, база становится неконсистентной, кодовой имею в виду. Проект становится непредсказуемо революционировать, и что с этим делать, непонятно. Сингулярность увеличится, интеропия увеличится, все становится очень плохо. И как обычно, чтобы решить эти вопросы, обычно обращаются другие места, другие фреймворки. Я попытался это спросить у Свелта, и, наверное, не ошибся. Наверное, я просто буду дублировать Пашу, и скажу, что ни для кого не секрет, что Свелт стал самым хайповым фреймворком 2019 года по версии State of JS. Также никого не увидит, что он набирает огромное количество звездочек на GitHub, и вплоть дошел к самому React, войдя в тройку больших лидеров. Никого это не должно удивлять, и становится очевидным, что процесс миграции неизбежен. Но давайте немножко вернемся назад, чтобы понять, почему он неизбежен, и как нам сделать его более-менее правильной. Сделаем небольшой шаг назад, лет на 10, в наш 10-й год. У нас есть веб-разработчик, у которого есть jQuery, который однажды перевернул сознание веб-разработки. Где-то параллельно запускается первая Angular, Backbone, Knockout и так далее. И у разработчика есть задача сделать сайт, какое-то приложение. Разработчик, конечно же, FullStack, никакого фронтеда еще не было тогда. И он делает одну страницу, две страницы, переходит на следующий проект. Делает там страницу, еще одну страницу, и так далее. По итогу он понимает, что он просто переписывает куски кода одинаковые, и пытается это как-то оптимизировать и сделать лучше. Он создает свой, как сказать, фреймворк, он начинает с ними работать. Это замечают все остальные, очень много людей. И в последние 10 лет мы просто замечаем огромный рост, огромное количество фреймворков. Особенно это заметно последние пару лет, наверное. Теперь каждый фронтендер-разработчик, помимо вращения детей, деревьев и строительства домов, должен написать как минимум один фреймворк. То есть это, да, задача на логере. Но чтобы хорошо оптимизированный, неповторяющийся, хороший, красивый код смог работать в рантайме, ему также нужно тянуть за собой фреймворк, чтобы тот понимал все сложности и абстракции, которые использовал разработчик. Почему мы не можем писать такой же код, как 10 лет назад, но с удобной файловой структурой и организацией кода, но при этом использовать сложные абстракции, но при этом не усложнять ни приложение, ни размер бандла. Svelte в этом как раз помогает нам. И перейдем к самой миграции. Что такое миграция? Если обратиться к словарю, то он нам скажет, что миграция это постепенное или медленное перемещение с чего-то, с одного места на другое. Как мы можем применить эти слова в контексте нашей проблемы? Для меня действует два кейса. Мы продолжаем писать наше приложение на React, рядом поднимаем Svelte в приложение и пытаемся старые фичи перенести на Svelte, при этом делая новые фичи в нашем React-приложении. Но здесь у меня возникает такой лютый вопрос. Какой разработчик захочет делать 2x работы вместо одной? То есть этот кейс полностью неживуч. И второй вариант. Когда мы полностью деприкатим наш React, встраиваем в него Svelte и постепенно вытесняем React на его законном месте в его репозитории. После этого у нас остается просто Svelte, и мы работаем уже именно со Svelte. Окей. Оказывается, не все так просто. Нельзя просто так ставить Svelte в React, и чтоб все было красиво. Окей, Google. Идем в поиск. Есть пакет от самого Рича Хейса, который я написал его порядка 17 месяцев назад. Конечно, там ничего не работает уже. Есть другой пакет. Более молодой, около полугода ему. Но в принципе его работы какой? Он берет, обворачивает Svelte в компонент, отлавливает все события, которые проебрасывают в компонент, и прикидывает данные внутрь, никуда туда. Хорошая идея, но при этом нам нужно будет тянуть этот адаптер в каждый файл, где мы используем React. То есть это тоже неудобно. Помимо этого, когда мы обвернем наш Svelte компонент, он перестает быть композируемым. То есть мы не можем пробраться в него ни челды, ни слоты и так далее. То есть это просто монолитный компонент, который мы только так можем использовать. Тоже неудобно. Что дальше? Обращаясь к конференциям Холли, я нашел замечательный доклад Дениса Мишунова про миграцию в Legacy проектов. Там он рассказывает про то, как он мигрировал в Legacy, в jQuery проект, на React, на Vue и так далее. Основной концепт, который он использует, то есть он брал, также обворачивал какой-то React компонент, строил приложение в какую-то точку и монтировал его потом в jQuery приложение. Звучит хорошо, но мне кажется, опять здесь какой-то подводный камень есть. Мы опять делаем какую-то лишнюю работу. И помимо, например, Svelte React, у нас появится третий фреймворк, веб-компоненты. Что такое как-то не очень нравится мне. Давайте немножко разберемся с веб-компонентами, чтобы мы, может быть, могли это оптимизировать. Что по сути такое веб-компоненты? Если говорить просто, это набор API, который позволяет нам расширять наши HTML-теги, переиспользовать их и как-то делать более функциональными. Другими словами, это просто обычный JS-класс, который мы extendим от HTML-элемент. Мы можем использовать обычные атрибуты, конструкторы, методы и так далее. И что еще хорошо, что мы можем использовать какие-то хуки с моих веб-компонентов. Это делает похожим на какой-то прям настоящий фреймворк, с которым более-менее удобно работать. Главная фича веб-компонентов – это Shadow DOM. Как говорит само название, это дерево компонентов, которое скрыто в тени. То есть теоретически мы можем спрятать всю функциональность нашего приложения под одним тегом и просто кинуть его на страницу, чтобы оно работало. При этом все стили будут инкапсулированы, все логи будут инкапсулированы, и мы не будем увидеть ее из гербального скоупа. Что же думает сам Рич по поводу веб-компонентов? Есть отличная статья на Dev2, про то, как он просто разносит веб-компоненты в пухе прах. Говорит, что очень много проблем у него, я не буду их перечислять сейчас. Но он также говорит, что эти проблемы уже решены, но не в веб-компонентах. Поэтому лучше их избегать по возможности, чем их использовать. Поэтому изначально в CELT не было веб-компонентов, и сейчас они появились в виде такой директивы. Мы можем указать, что данный CELT-компонент будет рендериться в кастомный компонент с таким тегом. Я такой думаю, ну окей, получается у нас есть какой-то шанс сделать французский миграцию для нашего CELT и заиспользовать веб-компоненты. То есть мы опять же, мы всю работу по континеризации React мы скрыли под этим одним тегом. Очень удобно и никакой работы. Я такой окрыленный, иду смотреть, что же там у React с веб-компонентами, и React не умеет в ссылочные типы. Он не умеет ни объект обрабатывать, ни массивы. То есть такая суровая реальность. Я разочарованный, листаю страницу дальше, и вижу, что проект это умеет. Поэтому наш путь немножко удлиняется, мы вставляем новый шаг с проектом в нашу миграцию. Давайте поговорим про само приложение. Что это такое? Я использовал для миграции, для теста в миграции, свое приложение. Обычная доска со стикерами. Зумить, удалять, добавлять обычный факт-карта и так далее. То есть такое небольшое приложение. Drag and Drop. Но один нюанс. Это приложение я писал в промежутке между часом ночи и пяти утра. Поэтому у этого приложения особый аромат. Его бы, конечно, нужно было немножко поправить перед этим, перед миграцией. С первого, с чего мне стоит начать, это декомпозиция. Здесь я в первый раз попытался адаптировать для себя атомарный дизайн и переиспользовать какие-то рекомендации. То есть выделить их в тесты, в ESLIN правила, может быть, и так далее. То, до чего я дошел, это разберение всех компонентов на четыре уровня. Допустим, первый уровень — это статические HTML-файлы. То есть мы просто берем нашу верстку, сили к ним, переносим в другое место, все, миграция закончена, один к одному. И вообще в идеале было бы так и сделать. То есть мы все наше приложение сделаем таким образом, что не остается вообще нативной верстки. То есть мы берем компоненты реакторские и переносим X-Field один к одному. Это намного облегчает нашу миграцию и поможет в будущем. Следующий уровень — это второй уровень, это контейнеры стилей. Это компоненты, которые мы используем для позиционирования остальных компонентов и либо их выравнивать на странице тоже относительно других компонентов. То есть уровень именно для стилизации, такой лоялт для нашего приложения. Третий уровень я бы оставил для логики. То есть это такие контейнеры, которые могут быть и с сервисами, могут быть и с вызовами API, могут быть и обычные хоки, которые что-то пробастуют, адаптируют, модифицируют. Вся логика остается на этом уровне. И четвертый уровень — это контейнеры для контейнеров, когда мы просто берем страничку и наполняем тем, что мы хотим увидеть. То есть декларативно, удобно, как все любит X-Field. Дальше может возникнуть вопрос, а что делать, например, с роутингом, если большое приложение нужно как-то это оптимизировать? Я тут немножко схитрил и оставил этот вопрос для следующего спикера, который, возможно, об этом расскажет, что как с этим делать. Поэтому мы сейчас немножко это пропустим. Что еще? В одном из своих докладов я уже говорил, что для разработчиков, которые не пишут тесты, есть отдельный котел на кофе-пойнте с холодным кофе, который никогда не кипятится. Что? Какие тесты нужно использовать? По мне, так это должен быть верхний уровень, end-to-end тесты. Хотя бы потому, что если мы будем использовать тесты unit или integration тесты для React, мы в любом случае будем мигрировать, и после этого перейдем на Svelte. И все либы, которые завязаны на предыдущей технологии, они просто сломаются. То есть опять мы сделали просто ненужную работу, которой не надо. Поэтому у нас остается один выбор, это использовать end-to-end тесты. Опять же, обращаюсь к Холли, и есть замечательный доклад одного индийского парня из Австралии, который сделал про Кипарис, про Cyprus. Очень удобная технология, советую посмотреть и разобраться в этом. Cyprus — это не только application-agnostic инструмент, то есть я имею в виду, что мы просто знаем URL приложения, и кидаем ему этот URL, и он проверяет его, тестирует. Но это также еще zero-config. Мы оставим пакет на наше приложение, и пишем наши обычные тесты, то есть describe it, все это вот такое. Что здесь можно выделить еще? Я бы рекомендовал использовать page object pattern, поскольку существует в приложении огромное количество кейсов, которые мы переиспользуем постоянно. Например, добавить факта на страницу — это довольно-таки частая операция, мы ее можем переиспользовать, выделить в отдельный объект и таким образом работать с этим. Помимо этого, поскольку мы мигрируем через Shadow DOM, в любом случае будут ломаться приложения со стилями. И завязываться на какие-нибудь ID-шники, либо селекторы в классы просто невыгодно, бесполезно. Поэтому я рекомендую использовать data-атрибуты, которые потом можно выпилить из production-зворки, ну, обычным какими-нибудь плагинами и так далее. То есть тоже ничего сложного. И последняя рекомендация, наверное, переиспользовать нативные API Keeperys под своими кейсовыми функциями. Например, cia.get можно обернуть в какую-то свою функцию, и потом я объясню, почему это важно будет. Именно в момент миграции. Окей, почему тесты так важны? Ну, наверное, потому, что если мы мигрируем, мы используем новые технологии, нам нужно постоянно быть уверенным, что наше приложение работает. И тесты нам в этом помогают. Давайте мигрируем наш React в Proact. После выхода 10-й версии Proact у них на страничке появился офигенный туториал, как можно просто буквально в 3-х клика мигрировать наше приложение. Мы ставим наш Proact Compact, добавляем альясы в WAPA конфиг, например, или в какой-то из конфигов, и в некоторых местах заменяем Create Element на Edge из Proact. И все. Здесь React может пискнуть в последний раз, сопротивляясь к миграции. Например, если вы писали свое приложение при помощи Create React App. Здесь нужно будет сделать eject ваших зависимостей, либо можно обойти это другим способом. Можно использовать какую-нибудь обертку в виде, например, которая модифицирует конфиги, например, для WAPA, для BABY или и так далее. Ну, или просто перенести ваше приложение в более простой конфиг WAPA. То есть вы уже изначально декомпозировали приложение, у вас осталась папочка с вашими страницами, вы ее взяли, скопировали в новый проект с более плейтом, и все, у вас так же все работает. Очень удобно. Запускаем наши тесты, и вот ради этого мы пишем наши тесты. То есть ради 5 секунд спокойствия мы тратим какое-то время на написание данного кода. Далее мы выходим на финишную прямую. Здесь очень все просто. Мы переписываем наши компоненты первого, второго, третьего, четвертого уровней. Мы используем Store Svelte для менеджмента состояний и, возможно, шаринга между компонентами. По прошествии какого-то времени мы получаем нашего фрекенштейна. У нас есть React-приложение, которое хендлит Svelte. То есть мы запускаем React, но он почему-то не работает как Svelte. Далее, если мы хотим, чтобы Svelte стал Svelte, мы удаляем все наши директивы кастомных элементов из компонентов и используем Svelte по необходимости. Вот так будет выглядеть замена компонентов в процессе миграции. То есть API полностью остается таким же, мы просто заменяем наш компонент, меняем его, вставляем тире между словами. Так он будет выглядеть в доме. У нас есть наш shadow root, у нас есть инкапсулированные стили, и наша верстка, как она отображается. И в какой-то момент в миграции мы можем получить следующую ошибку. Это довольно-таки обычная ситуация, этого бояться не стоит. Это не потому, что ваше приложение работает, а потому, что вы что-то не предусмотрели. Например, вот здесь. Как я уже говорил, Shadow DOM, он сломает вам все. Поэтому я до этого рекомендовал использовать какие-то кастомные обертки над нативным API. Например, вы использовали sve.get, вы теперь поставили новый пакет для Shadow DOM, используйте sve.shadow.get. Если бы вы использовали обертку, вам бы просто в одном месте поменять вызов, и у вас так же продолжает все работать. Все тесты запускаются, как и прежде. Окей. Неужели это все так просто? На самом деле нет. В процессе миграции у вас сломаются стили, в любом случае. Если вы использовали какую-нибудь кастомную библиотеку для стилей, типа Material, у вас сломаются стили. Если вы забыли удалить, точнее добавить директиву в какой-то из вложенных компонентов, у вас сломаются стили. Все это можно, конечно же, захендлить с помощью такой техники, как псевдо из Shadow DOM, но не всегда какие-то большие библиотеки это могут поддерживать, и вам все равно нужно будет писать поддержку самому. Но мне кажется, данные минусы ничего не стоят по сравнению с тем, что мы получаем в итоге. Удобность организацию файлов и кода, но при этом нативный JS, никакого оверхеда, настоящая реактивность, когда в React мы до сих пор делаем соцсетет, чтобы магия происходила, и если мы захотим мигрировать другого фреймворка, мы просто скипаем степ со React, и все то же самое. То есть, по-моему, только React не поддерживает кастомные элементы, остальные все с ними нормально работают. Поэтому экспериментируйте, экспериментируйте много. У меня на этом все. спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Классный доклад. Давайте, может быть, вопросы какие-нибудь. Я думаю, должно быть много. Я немножечко не понял, зачем нужен был шаг с веб-компонентами. Веб-компоненты, то есть, сама идея, концепция фринпичной миграции заключается в том, что мы используем какой-то промежуточный шаг, чтобы мы постепенно внедряли, наращивали функциональность. То есть, мы изначально не можем использовать свелт в реакте, это противозаконно. Мы можем использовать адаптер, но он не полнофункциональный. И веб-компоненты в этом плане, они самые выигрышные, потому что такой идеальный курс обмена у него, то есть, мы свелт компонент напрямую вставляем в реакт. Так, еще у кого вопросы? Что, все все поняли, да? Ну а в итоге с кросс-браузерностью мы получаем все же зависимость от самых свежих браузеров, которые поддерживают эти компоненты, правильно? Мы получаем работу в фрейворке, только если фрейворк поддерживается гибельным браузером, то он также будет поддерживаться этим браузером. Ну, то есть, в конце в итоге все равно все в чистый JS там билдится, все дела, но тем не менее, все равно мы упираемся в ограничения по поддержке вот этих вот собственно кастомных элементов, да? Нет, мы кастомные элементы используем именно в процессе миграции. Они у нас существуют, пока существует и React, и Svelte одновременно. То есть, в процессе билда все сбилдивает для нормальной поддержки. Все, спасибо. Еще вопросы? Были проблемы со сложными анимациями между компонентами, когда один компонент остался в Svelte, а второй в React? Эти моменты, да, наверное, с Dragon Drop были такие сложности, но в этом случае вам нужно ждать, пока у вас вся вот эта подоплека не перейдет на Svelte. То есть, вы переписали какую-то часть, вам нужно обязательно переписывать все зависимые от этого части, чтобы он полноценно начал работать именно в их положении. Можешь сразу следующий вопрос? Аналитика, проблем с аналитикой из-за того, что компоненты. Этим вопросом не задавался, к сожалению. То есть, не могу это идти. Так, еще вопросы? Здравствуйте, а у вас какой-то SSR был в проекте? Нет, это была вот чисто вот такая борда, она чисто клиентская была. Ага, все, понял. Павел, здесь есть вопросы. Привет, спасибо за доклад. Честно говоря, я тоже не поняла, как ты использовал веб-компоненты. То есть, ты подключил Svelte, сделал компонент Svelte, ну, с кастомным тегом, и затем ты что, сделал стал это GSX, что ли, или как это на практике выглядит? Нет, мы получаем директиву в Svelte компоненте тег кастом элемент, и после этого мы указываем в нашем веб-конфиге, как мы его будем видеть, собирать. Мы говорим, что Svelte собирается теперь как Svelte, мы Svelte лодер для него ставим, и он видит, что у него есть эта директива options, она превращает его в кастомный элемент. То есть, мы теперь можем использовать кастомный тег как обычный компонент. То есть, весь API сохраняется, но теперь это стандартный, типа, базовый HTML тег. Ага, у тебя получается, то есть в React, в JSX, такие вкрапления из Svelte компонентов, да, для начала? Они превращаются именно в нативные веб-компоненты, таким образом. Спасибо. Да, но чтобы, может быть, немножко уточнить, Svelte у нас умеет компилироваться в веб-компоненты. Вот, собственно, эту фичу заиспользовали. Вот, хотел задать вопрос такой. Сколько времени заняла вся вот эта аналитика переехать с React на React и еще потом на Svelte и сама миграция? Я, наверное, начал на выходных это делать и потом я после выходных забил и вот в конце, наверное, в среду, в четверг, наверное, начал это делать опять. Ну, в итоге это получилось около недели, наверное. То есть все приложение переехать около недели. Спасибо. По-моему, отличный показатель. Ну, то есть приложение небольшое, там, в принципе, одна страница, просто из-за того, что там был драгон-дроп, сложный элемент, вот он больше всего времени занял, а так это спасибо за доклад. Такой вопрос, я правильно понял, что в конце Svelte на кастом элемент все равно был в итоговый результат? В конце? Ну, в итоговый результат Svelte компоненты? Нет, мы в конце, когда мы заменили все реакторские компоненты на Svelte компоненты, мы можем эту директиву удалить и перенести эту папочку со Svelte просто в сборку именно там relap-овскую или что-нибудь еще и он уже будет хендрить именно как Svelte компоненты. То есть нам не нужно никуда его транспилить и что делать с ним, он будет как Svelte работать. То есть у вас уже не кастом элемент, не веб-компьютер? Чисто Svelte. Тогда вопроса нет. Павел, здесь есть вопрос еще? Привет. Я тут. Спасибо за доклад. Я хотел узнать, это было многостраничное приложение у вас? Да. Почему не использовали подход микро-фреймворков, когда есть управляющие компоненты, которые позволяют на разных страницах загружать разные фреймворки? Микро-фронт-энда. 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 Ну, у меня такой изначальной цели не было. Я хотел именно поиграться со Svelte и у нас просто в компании ShintraBip есть React, поэтому хотелось бы как-то безболезненно для всех внедрить Svelte. Поэтому вот был такой вопрос. Как можно мигрировать безболезненно? Окей. И больше нет вопросов. Еще раз давайте поблагодарим. Классный доклад. Спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо.